всем привет друзья с вами гиф друзья этот ролик появился потому что я бы хотел вам рассказать о том что происходит с каналом какие планы на будущее почему последние ролики такие как есть и расставить некоторые точки над и почему не стрим потому что стрим это долго да вы наверное вы могли задать эти и многие другие вопросы например что лучше стервятник или питон но это не главное сейчас и стрим никто смотреть не будет в таком количестве в котором люди смотрят мои ролики бы хотел донести какие-то вещи до как можно больше аудитории чтобы вы знали чего от меня ждать или не ждать ролик будет построен в виде ролик будет построен в виде моих ответов на вопросы самому себе размышлений на какие-то темы а также я отвечу на вопросы моих друзей и еще мне задали вопросы пилоты вконтакте началось все несколько лет назад в четырнадцатом году и тогда на удивление совпало три вещи я сейчас понимаю что это действительно случайность мне хотелось куда-то деть творческий зуд который у меня всегда бывал в моей жизни а я хотел позаниматься немножко видеомонтажом для себя и тогда в бета-тест вышла элита и купил в июне по моему четырнадцатого года и вот совпадение этих трех факторов когда я начал делать ролики по элите стал выкладывать их на youtube у меня появились первые подписчики когда появились в то время было не очень много ютуберов русскоязычных она определила некий вектор развития канала в моем детстве еще был жив такой лозунг говорим партия подразумеваем ленин говорим ленин подразумеваем партия для меня элита брабин и фронтиры это совершенно три разные вещи не о каждой я сейчас расскажу чуть подробнее элита в текущей реинкарнации или дэнджерус это та игра как которая мне принесла кучу удовольствия я отыграл в нее более 12 недель и что более важно я там нашел много интересных людей через нее через эту игру с которым я общаюсь и по сей день с некоторыми ежедневно когда я говорю брабин с одной стороны это тот человек который сделал игру своей мечты и где-то наверное мои мечты за это его нельзя не уважать некоторые вещи он действительно сделал лучше чем кто-либо до него но как глава компании frontier developments он ответственный за те решения которые эта компания принимает в той или иной части про брабин и элиту поговорили теперь переходим к frontier developments мои последние ролики зачастую наполнены сарказма и этот сарказм по отношению именно к компании frontier developments которая а делает не то что правильно на мой взгляд и б не исполнять свои обещания в частности давным-давно мне кажется года три назад когда я делал один из роликов по звездному гражданину что-то типа аля новостной одна из причин отсутствия постоянных новостных роликов по звездному гражданину состоит в том что между тем что появляется в новостных рассылках и тем что выходит в игре или в реальности может быть мало того что огромный временной лак и этого в принципе может не произойти и на тот момент в звездном гражданине это было действительно так у frontier все было достаточно стабильно были ежедневные новостные рассылки которые содержали кроме красивых скриншотов какую-то информацию о разработке о будущих дополнениях еще каких-то вещах и и эти вещи появлялись в реально в обозримом будущем месяц два или три и потом все стало хуже 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 и подписчик один заметил что там ролики стали у меня очень редки все реже и реже ну действительно раньше были новостные рассылки с интересными темами какими-то с колонкой разработчика майкла брукса они были еженедельными потом они скатились в еженедельные с картинками сейчас они еще более редкую направленность в стиле раз в месяц и опять же кроме картинок там ни хрена нету поэтому да я считаю что если frontier и делают лажу я могу об этом сказать ну то есть сложилась такая ситуация когда их обещания не идут в разрез реальностью чтобы не быть голословным давайте пример вернемся почти на два года назад где-то лето семнадцатого года когда frontier и сказали что о новой модели распространения элиты они расскажут в октябре семнадцатого на frontier expo всяко догадали будете подписка не подписка что делать с теми у кого лэп и в итоге на frontier expo frontier сказали что блин вы извините у нас не так поняли просто будет еще год бесплатных обновлений и после него то будет уже что-то платное уже тогда люди стали возмущаться на тему того что где обещанные ежегодные платные обновления владельцы лэпа которую которым я отношусь хотя вот у нет и денег не жалко этих но само по себе но он был продан в четырнадцатом году он был продан на запуске горизонта в пятнадцатом году как сезонный пропуск с ежегодными платными дополнениями это просто в ответ на те комментарии типа ну хоть что-то frontier обновляют бесплатно давайте скажем им за это спасибо ну нет ребят здесь они поступили примерно так же как другие нехорошие люди которые берут деньги а потом не выполняют обещания так вот восемнадцатый год весь frontier пилили обновления бесплатное исправление от того что должно было быть в горизонтах по умолчанию и когда восемнадцатый год закончился в девятнадцатом году оказалось что теперь два года тоже не будет платных обновлений никаких просто не будет вообще ничего возможно кому-то такое положение дело удовлетворяет при этом я прекрасно понимаю с точки зрения финансов фронтиров если например элита является убыточной игрой на текущий момент у нее там одни расходы в том числе на сервера притока новых игроков нет она не продается а планет костер за первый год как и джурасик парк продались миллионами копий и приносят больше денег то конечно фронтиры будут вкладываться в другие игры ну здесь просто вопрос между обещаниями и невыполненными вещами раньше было лучше сейчас стало совсем плохо поэтому да пока фронтир будут делать такую лажу я буду говорить об этом с сарказмом извините элиту я при этом люблю следующие темы очень тесно переплетены между собой это о других играх о векторе развития канала о роликах о стримах и начну наверное с роликов ролики для меня делятся на три типа это какие-то обучающие ролики которые могут быть интересны по тем механикам которые скрыты в игре со временем таких роликов стало меньше потому что появились параметры кораблей в игре параметры оружие многие многие другие вещи чего не было на релизе ролики могут быть новостные количество которых в общем то если мы берем элиту стремится к нулю по причине отсутствия контента нет новостей нет роликов и даже варианты выпускать звездный атлас не очень спасали просто потому что не особо много наверно новостей и по другим играм космонаправленности но и творческие ролики про них я уже упоминал для того чтобы их сделать нужно вдохновение может быть два раза за неделю а может быть два раза за год тут уж как музы посетит о стримах это скользкая больная тема для меня объясню почему мне не нравится стримить ради стримов ну вот просто давайте я завалю контент канала стримами для не было такого самого начала и и наверное не будет мне было интересно играть с вами в различные периоды развития элиты это могло быть не знаю там rise to power какие-то движухи с торгой нами какие-то наши грантуры в то время когда в игру играло много людей и я играл вместе с вами по другим играм это тоже было и это примерно такая же плюс-минус тесная компания но это для души я просто играю в в то что мне нравится и и вот в те времена когда было много стримов по элите как-то органично для меня для меня самого вписывались стримы и по другим играм сейчас нету роликов по элите нету стримов по элите и получается нету стримов по другим играм потому что я просто не хочу ими забивать пустоту на канале для меня это не цель векторе развития канала ну как я раньше говорил поэтому постараюсь коротко делать можно либо для души либо для денег я наверное делал для души я не скажу что я ничего не заработал на канале я собирал на микрофон на новый монитор ребята поддерживали мой канал донатами но просто по порядку чтобы было понятно сумма наверное в лучшие годы когда я в неделю тратил часов по 20-30 на канал имеется ввиду вечерами после работы на работе на выходных ну вот в такие год или два канал мне целиком приносил за год сколько зарабатываю сейчас за месяц поэтому чтобы на нем начать зарабатывать сколько я зарабатываю на работе в реальной жизни мне нужно все его статы умножить на 10 в 10 раз больше подписчиков в 10 раз наверно больше контента я не знаю но в десять раз больше времени я тратить не смогу при всем лучшем желании не знаю может быть я не умею себя продавать может быть я не хочу себе продавать но вот реально это так поэтому этот канал у меня не для заработка денег и он до сих пор так и так скорее всего и останется если в моей жизни не произойдут кардинальные изменения я там скажу ну окей не пойду работать за 15 тысяч я буду канал развивать не могу не сказать про две вещи это про дискорд про эскадрилью как тут внезапно выяснилось некоторые люди от меня ждут совершенно другого и про группу вконтакте началось все с группы вконтакте группа вконтакте у меня была как просто моя группа я в ней мог рекламировать ежей как приятных мне людей мог написать про кого-то еще но в целом была просто моя группа моих подписчиков где мы общались на интересные нам темы если это не выходило за рамки культурного общения потом огромное спасибо ребятам которые поддерживали и поддерживают до сих пор мой дискорд это лоу это каталиста км квад бро генуэзитс кем он и еще есть люди которые приходили уходили я честно я дискорд отдал ребятам сразу на откуп потому что мне просто физически нету времени им заниматься я не умею они его делали и поддерживали но опять же это дискорд просто для тех людей которые хотят туда зайти и пообщаться с кем-нибудь и примерно такая же штука она для меня с эскадрильей я ее создавал не для того чтобы занимать какие-то топ места в галактике по исследованиям по секью си либо еще почему-то это просто как и моя группа частная в игре гиф чтобы люди могли поиграть с другими людьми и эскадриль она просто дает какую-то возможность вам общения то есть вы можете зайти нажать enter выбрать чат эскадрильи и написать там привет всем я лечу за алмазами кто со мной я в этом плане абсолютно спокойно отношусь к тому поддерживаете ли вы какую-то фракцию вылете или силу на самом деле все равно мне важнее чтоб человек был хороший но это такая сама организующаяся часть созданная для общения я реально никогда не хотел использовать ваш потенциал игроков как типа давайте приведем мою эскадрилью куда-то нет это просто место для меня это планировалось как место для общения не более того к счастью и к сожалению в игре есть ограничения то есть нельзя одновременно состоять в нескольких эскадрильях соответственно пользоваться несколькими чатами наверное иначе бы там было народу больше говоришь единственный момент когда я как-то использовал свое влияние как игрока в элиту это когда два года назад был росту power мы голосовали за ежей мы помогали ежам и мы вывели руси в росту power победителями и это так случилось фронтиры хотели не так но случилось так что это не только первая но еще единственная человеческая сила я правда я горжусь тем что я тогда был причастен к этим событиям про работу про работу в общем то все просто работа стала больше если раньше приходил домой в 6 вечера с копейками сейчас прихожу 8 либо в 9 вечера с копейками мне за это относительно неплохо платят и если это время мог раньше тратить на канал то сейчас свободного времени остается меньше на канал я трачу меньше времени отсюда примерно отсюда в общем-то корреляция из тем для чего создан канал потому что если бы при равных трудозатратах канал приносил мне денег столько же сколько работы я бы наверное выбрал делать ролики и проводить стримы они работать но так как работа приносит на порядок больше денег чем канал то здесь в общем то выбор наверное на чем зарабатывать деньги он очевиден про другие игры это наверное такой самый интересный вопрос в плане глобального развития канала я играю время от времени в другие игры и это может быть тарков это может быть какая-нибудь космос стрелялка могут быть какие-то поделки от ей но как правило все оканчивается либо на одном-двух ролик ознакомительных либо на одном-двум стримах и дальше у меня нет желания в этой игре копаться настолько глубоко насколько я копался в элите тому может быть несколько причин в стиле там нету интересных механик для меня или по ней уже там сто тысяч пятьсот стримеров и я не хочу быть сто тысяч пятьсот первым из того в чем бы мне хотелось покопаться наверно наиболее интересен был бы тарков но здесь проблема многократной прокачки с нуля в результате вайпов на что нужно время и 2 по таркову действительно очень много неплохих ресурсов в стиле вики то есть на условок как пройти какой-то квест я сам этим пользуюсь проще посмотреть текстовое описание с картинкой куда надо прийти чем смотреть там минутный или двухминутный ролик в остальном там каких-то тоже наверное сильно подводных камней ну и нету плюс тарков достаточно сложно создаваемый в плане роликов если ты делаешь не обзор там пустой карты на пве а в случае рейда там действительно как пойдет ну в общем про тарков это так а на фоне каких-то космосимов ну только если звездный гражданин если у меня с ним срастется а пока этого не происходит от других я и не вижу поэтому да в определенном плане на фоне отсутствия контента про которое мог бы делать ролики в элите к сожалению другая игра не какая-то во место не заняла и это правда подводя ролик некоему логическому завершению вот список вопросов которые мне накидали друзьям и тот список вопросов который был в контакте и вы их на экране видите я очень быстро на них отвечу может ты просто утратил интерес к играм нет потому что я играю семи своих лет мне сейчас 37 новых нет мне нравится играть если стрима не всегда удобно может делать летсплеи нет я не хочу делать летсплеи не чувствуешь ли ты что есть какой-то заговор криса робертса против тебя по бабам отвечая про звездный гражданин для меня там до сих пор нет игры плохо ли это хорошо ну нету поэтому поэтому вот так я в него играю редко и без удовольствия что тебе за предупреждение к инди играм на космическую тематику ведь их довольно много но они тебе не интересны я не соглашусь тем кто сдал этот вопрос потому что у меня на канале были стримы про другие игры на космическую тематику либо какие-то короткие ролики я думаю таких игр было где-то порядка 20 может быть 30 но здесь есть какое ограничение их три хорошо разобраться в игре это время может быть там 20 30 40 часов на большинство индюшатины у меня нет на это времени мне его просто жалко простите купить какую-то индюшатину рублей за 500 и сделать по ней обзор который по итогу не особо той нужен нам ну в общем иногда мне это кажется сомнительной тратой денег третий вопрос то наверное как раз у из-за разряда обязаловки то есть вот хочешь не хочешь а сделай про то что тебе не нравится потому что из инди игр мне из того во что играл нравится далеко не все ну то есть вот здесь мы возвращаемся к тому и стоит ли заводить трактор почему бы не разнообразить тематику люди следящие за космосимами играет в другие игры ответ был выше я если бы ее разноображивал то роликами в ту игру в которой мне нравится играть таких чуток нет сравнить свои ощущения от текущей элиты элиты времен бета-теста какие вопросы кроме новостных ты хотел бы освещать по элите но вот как раз во время бета-теста было что освещать и после бета-теста первые полтора два года было что освещать просто потому что этого не было в игре многие вещи я делал первый среди ру комьюнити это потом появились кариолис и потом появилась какие-то вещи в игре появились обучающие ролики у фронтиров а до этого дам я делал это одним из первых и сейчас не хватает такого вакуума про контент над которым можно было бы посетить допустим если завтра закрывают сервера элиты и звездный гражданин будешь ли ты поддерживать канал или он был создан только для литы и должен быть закрыть как и сервера элиты хороший вопрос но у меня нет ответа я сейчас могу время от времени делать какие-то ролики по элите по другим играм но это возникает тогда когда мне интересно возможно если элиты не станет совсем то мне станет неинтересно делать и про остальное я все-таки понимаю что основала полагающая часть стержень моего канала это элита нравится мне это или нет ну про работу я говорил во что играешь в редкий свободный час почему в этом слушайте я наверное в редкий свободный час сейчас заваливаюсь на диван включаю playstation и играю в соло хиты вот я прошел last of us сейчас red dead redemption иногда играю search ну в общем какие-то такие вещи не мультиплеерные не на компе просто вот без дивана с джойстиком поиграл и закрыл но редкий выходной могу просидеть вообще пол выходных затем не и вот эти вопросы задал мне антон верницкий вконтакте много лайков под этим вопросом поэтому конечно я на них отвечу так будешь ли ты продолжать свою деятельность по выпуску но здесь ответ на поверхности будут интересные новости о них расскажу с удовольствием будут новости плохие расскажу с сарказмом будет о чем рассказывать про механики я расскажу про механики это мы говорим сейчас про элиту и если нахлынет творческий порыв я сооружу очередную красоту одиночества нужна ли какая-то техническая общественная поддержка тебе и каналу возможно есть какие-то глобальные задумки нет наверно нет ну то есть я не хочу становиться на рельсе ребята там не знаю кидайте в меня доллары я вам обещаю каждую неделю два раза стрим а как-то по-другому себя выжимать через силу я тоже не хочу планируешь ли устроить некий след общение с исследовательской направленностью я хочу доделать модули на крейт фантом собрать крейт фантом и полететь куда-нибудь просто сам для себя иногда вечерами вот насчет слета поэтому не знаю если присоединится кто-нибудь ну волком ну опять же без дат без каких-то мне настолько в свое время расстроил гринд модули для стражи что вот мне брать надо и немного но мне правда них что тебе не хватает в элите на текущий момент про мимо ног атмосферок и подобного очевидного мне не хватает того что я никогда не жаловался на свою фантазию но вместе с тем с последними дополнениями и общем развитием игры она потеряла часть своего очарования она стала ты лучше выглядеть в менюшках но бессмысленные телодвижения они они меня убивают на фоне общего спада возможно выделишь некие фракции группы людей кто сохраняет активность дашь им совета по развитию личные советы честно я я знаю что и же живы за остальными даже не слежу за ежами слежу в риатоне будут ли ролики знакомства с кораблями обновленные дополнены наверное нет меня уже года полтора просили и я не вижу смысла здесь очень такие непонятные моменты на тему ну условно допустим я там в ролике про даймонд бэк скаут рассказываю что вот у него там пять слотов на нем не сделать исследователя бла 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 и вот теперь фронтиры вводят еще два маленьких слота во всем маленькие корабли в принципе это где-то ломает многие парадигмы то есть теперь он вроде и и может и это и это но мне почему-то кажется что никто не летает даймонд бэк скауте все равно потому что с текущим положением дел с опалами бездны еще с какими-то вещами все летают а анакондах еще на чем-нибудь ну не знаю я правда не вижу в этом большого смысла а по каким-то относительно топовым кораблям ну мне кажется ролики неплохие и сильно в актуальности они утратили есть одна тема которую никогда вылите не освещал но и наверное не буду это пвп я в него не умею поэтому я об этом роликов и не делаю где-то наверное ролик этот вышел пессимистичным но я вам рассказал о том что есть у меня на душе почему это так может быть мне это и не нравится может быть я хотел бы приходить домой и с огромным удовольствием садиться делать ролик о новых механиках игры если как говорит твен давай поиграем полетаем вместе мы там по тебе соскучились я тоже скучаю по этим хорошим временам но они насильно их не вернуть некая объединяющая часть игры как элита она сейчас ну давайте я назову это анабиозом я честно я очень бы хотел чтобы ну раз уж не в этом году то хотя бы в 2020 брабин перезапустил элиту сделал что-то совершенно новое не знаю с атмосферками с ногами или просто взорвал все нахрен и запустил просто с нуля как в свое время там делали в варкрафте перезапускали там уровни леву либо еще что-то как вайпы в таркове происходит хотя он еще в бета-тесте ну в общем я был бы не против заново во все это погрузиться и и где-то в глубине теплится надежда что фронтирую что-то смогут и тогда наверно хорошие времена настанут на этом все друзья с вами был гиф и удачных вам полетов